Приветствую всех в нашей студии, в садовом центре Красная Нива. Володь, проверь, картина как висит? Кривовато. Кривовато? Черт побери, да, вот караул прям. Ну самураи ходят туда-сюда. Ну да, да, видимо он топчется там и поэтому картина вот так висит. Вообще я хочу сказать, в ней есть одна приятельница, которая вот если она видит человека какого-то, она тут же замечает там где-то прыщик маленький вскочил, где-то дырочка какая-то, ой камешек из кольца выпал, это она видит. Но если мы с ней идем на экскурсию, экскурсовод что-то говорит, спросите ее тут же, что он сказал. Она не может повторить, понимаете? Поэтому не обращайте внимание на как бы наше окружение, а вот Володя всегда готовится к этому эфиру. И вот видите, выставил прекрасную аллоказию. Так что сосредоточимся на растениях, а вовсе не на том, что вокруг меня. И так, мне кажется, у нас очень красиво, правда? Конечно. Да. Вот, кстати, это тетенька, которая ничего не соображает. Вот, так что вот такие вот дела. Значит, предваряя свои ответы на ваши вопросы, вот что хочу сказать. Я тут поливаю сегодня утром в теплице и вспоминаю такой эпизод. Значит, я долгое время вела курсы, сейчас вот нет. А вела курсы, рассказывала о комнатных растениях, о зимних садах, как зимние сады формировать. И однажды, закончив вот эти там 14 занятий были, я своих студентов привела к себе вот как раз в свою теплицу дома, показать им растения и просили, ну, пожалуйста, давайте посмотрим. Все посмотрели, и одна девушка мне говорит, вот Эльмира Тофиковна, вот я послушала все ваши занятия, но все-таки вы главную тайну не раскрыли, как ухаживать за растениями. Так вот, в чем заключается главная тайна? Вот вошла я в теплицу, я сразу смотрю на все растения, смотрю, вот у меня стоит растение, чуть-чуть опустило листья, я уже понимаю, что его надо поливать. Вот самое главное, это чувствовать свои растения, вовремя замечать, что с ними что-то происходит. Вот пожелтел лист у этой аллоказии, да ничего страшного, нижний лист, понятно совершенно, что он опадет, на его место приходит новый, но если вы видите какое-то изменение, особенно на верхушках каких-то, вот тут вы четко должны понимать, вот тут надо бить тревогу, а не дожидаться, пока все растение пожелтеет, поникнет, и тогда спрашивать, что с ним делать. Понимаете, это так же, как с животными, это так же, как с ребенком. Вот смотришь на ребенка к вечеру, а у него глаза вот такие вот чуть с поволокой стали, все, ребенок заболел. Вот если вот это понять, то, конечно, вы можете предотвратить массу разных неприятных вещей, связанных с вашими растениями, так что будьте ко всему внимательны, а не потом уже, когда там все ком пересох, или я не знаю, уже клещ там, паутину вот так вот завил. В общем, до этого доводить нельзя. Ну давай, Володь, первый вопрос. Все, на все вопросы, можно сказать, ответили. Так, в прошлом году купила хризантему, держу ее в квартире. В декабре она зацвела чисто белыми цветами небольшого размера. Сейчас начинает свести густо розовыми цветами большого размера. Как такое может произойти? Ну, может произойти, такое может произойти, потому что часто окраска связана с какими-то вот условиями, а у хризантем вообще длина дня, она вообще все обуславливает и все цветение, поэтому вполне возможно. Потом хризантемы тоже часто подкрашивают, и там вообще не пойми, что происходит. Поэтому ничего совершенно страшного. У меня вон этот самый дендробиум 1, дендробиум ламелатум, форма pink, розовая. Вдруг пошел белый побег, исходный, потом смотрю, опять розовый лезет. Ну так бывает, страшного в этом нет. Главное, что она у вас нормально себя чувствует и цветет. Я уж думала, придется рассказывать о том, что она погибла и что с этим делать. Нет, все хорошо. У меня несколько платицерумов и на блоках, и в горшке. Знаю, что протирать листья нельзя, потому что на них типа шерстинок. Но как насчет мытья под душем? Пишут, что тоже нельзя, но в природе же бывают дожди, тем более тропические. Показался мой папоротник уж очень пыльным, помыло под душем, а теперь переживаю, не зря ли это сделала. Подскажите, пожалуйста. Ну, слушайте, вы все правильно, вы сами ответили на этот вопрос. В природе идут дожди, но, ну, ну, как, понятно, что попадает. Почему мы говорим иногда, что какие-то растения лучше не поливать, не опрыскивать, особенно там в серединку? Потому что в природе существует ветер, понимаете? И там солнце, ветер. Оно гораздо быстрее высушивает вот это все, что на листьях. А так понятно, а дожди иногда идут там несколько месяцев. Поэтому, конечно, ничего страшного. Ну, я же много раз показывала, что мы поливаем из шланга, просто вот шлангом лью подряд. Я что там буду выбирать? Платицериум там рядом или дренария какая-то. Все вместе поливается. Просто корзины поливаются у одних больше, там, а у каких-то бромелий меньше, потому что им не нужно вообще в корзине никакой воды. Вот. Поэтому вот так. Так же, как бромелии. Я тоже много раз вам рассказывала, что у них в розетках скапливается вода. Это целый мир. Там животные какие-то, лягушки живут, там мухи сидят. В общем, это целый мир. Но здесь, если мы нальем в розетку воды, вы понюхайте, что там вообще творится. Поэтому в доме, конечно, лучше выливать из розеток. А то, что касается пластицериума, да он обожает, когда его опрыскивают. На здоровье мойте его душем, чем хотите. И мне кажется, чем чаще, тем лучше. Наши получают такое омовение буквально каждый день. Так что, не волнуйтесь. Эльмира Тофиковна, подскажите, пожалуйста, можно ли композицию из мха с камнем держать на балконе? Мох ведь зимует под снегом, а на балконе сейчас плюс 8, плюс 12. Смотрели ваше видео вместе с сыном, 9 лет. И ребенок попросил сделать такую же, как вы показали. Конечно. Прекрасно. Это для мха самая хорошая температура. Вы даже не поверите. Свет, вот эти 8-10 градусов и, конечно, каждодневное опрыскивание. Или, если у вас закрыто достаточно герметично, ну не то, что герметично, но закрыто, и там влага сохраняется, тогда у вас нет никаких проблем. Но вот мох, он как раз любит вот такую низкую температуру. У нас он иногда и портится из-за того, что все-таки температура выше, чем нужно. А вот там, где у нас он в холодном зимует бонсай, там как раз мок себя очень хорошо чувствует. Главное, чтобы был свет. Так что все вы правильно делаете. Скажите, пожалуйста, можно ли делить антуриум в появящейся почке вначале живые, а через несколько дней подсыхают? Нужно пересадить и углубить, подкормить? Либо что-то делал неправильно? Нет. Что значит появившиеся почки? Если у вас антуриум, конечно, он тоже ветвится очень часто и появляются боковые побеги. Пожалуйста, отделяйте. Когда вы увидите, там уже есть корень. Но если и корня нет, то можно его зачеренковать. Он прекрасно черенкуется, как любое ороидное. Так что вообще никаких проблем не вижу. Но я не поняла, что значит появилась почка. Когда она появилась, она же маленькая, она должна как-то развиться в побег. Тогда вот и отделяйте. И прекрасно можно размножать таким образом антуриум. Перевезли отросток шифлеры пестролистные из Китая в 2018 году. Вырос цветок высотой 40 сантиметров. И затем рост прекратился после прищипывания макушки. Отрастает новый лист и опять роста нет. Подскажите, что делать? Ну, во-первых, есть миниатюрные формы шифлеры. Вот мы тоже их продаем. Там сразу видно по листам. Растения, у которых есть листья, они, как правило, не растут, которые не растут выше 20 сантиметров. Есть, которые не растут выше 40 сантиметров. Возможно, вам достался просто такой экземпляр. Потому что все шифлеры разные. От гигантов каких-то там в несколько метров и до каких-то дом в поселке Вологодской области на севере. Очень хочу выращивать плетистые розы. Проблема в том, что живу 600 километров от поселка. Приехать могу только на неделю на майский, в середине июля на месяц и в начале сентября на недельку. Как думаете, возможно ли выращивать плетистые розы в саду в горшке? В мае их перевозить, а в сентябре обрезать и увозить в погреб, где хранится картофель. По поводу полива могу договориться с родственниками живущими неподалеку. Теоретически можно, но практически не понимаю зачем. Если вы бываете там крайне редко, так вы лучше эту розу у себя на балконе в этом горшке поставьте и смотрите на зиму, потом ее закрывайте. А вы приезжаете три раза. Понятно, польют родственники или не польют, это большой вопрос. В горшке это, понятно, тоже вопрос. Ну, если уж вы захотите, тогда хотя бы горшок закопайте в землю. Вот сейчас к нам в студии присоединился Алексей Куприянов. Я очень рада. Здравствуйте. Да, добрый день. Он приехал сегодня. У нас тут одно дело, которое мы, наверное, тоже снимем, давал отдельным сюжетом. Сейчас еще сам Леша не знает, что мы новое сделали. Ну, в общем, я доотвечаю на вопрос про розы. Итак, значит, вот закапываете горшок в землю, соответственно, тогда у вас, по крайней мере, не будет проблем с поливом. Ну и все, а потом увозите назад, если хочется, конечно, с этим возиться. Поэтому вот таким образом вы можете поступать ежегодно. Но приезжая три раза, не очень понимаю, когда вы будете видеть их цветение. Да? Понятно? Сейчас, следующий. Давай. В конце лета приобрела с рук черенок аукубы. За все это время ни одного нового листика. Внешне выглядит бодренько. Но она, на самом деле, так долго приспосабливается. Вот вы как считаете, у вас есть опыт выращивания аукубы? Ну, а где человек ее выращивает? Дома? Дома. Ну, она же, наверное, субтропическая. Громче говорите. Она же, наверное, видимо, субтропическая. Ей, наверное, дома может быть сухо, жарко. Она же вообще где у нас растет? В Сочи. А вы когда-нибудь выращивали? Нет. А я выращивала. Так у нее одно совершенно отвратительное качество. Значит, то, что она субтропическая, это бог с ней. Тем более же человек сказал, что весной, да, приобрела. Угу. Да. А она так делает. Она даже, если хорошо, нарастает, растет. Она же симпатичная, да, такая беднистая. Потом вдруг, в какой-то момент, не знаю, что ей не нравится, побеги чернеют, отмирают, и на этом все заканчивается. Поэтому мы решили аукубами больше не заниматься из-за вот этого отвратительного ее качества. Ну, и вообще, правда, вот скажите про субтропические растения. Все-таки стоит их выращивать вот в таком нашем тропическом климате? Или дома? Ну, смотря какие, питосфорумы нормально растут. Тут тоже, наверное, мирты нормально растут. Ну, да. Ну, конечно, если, наверное, у нас все-таки оранжереи, если дома, наверное, темно и сухо, тоже, наверное, не очень хорошо. Но если поближе к подоконнику, мне кажется, такой ровный полив, не очень жарко, то те же мирты, питосфорумы, ну, наверное, колистемы вряд ли будут цвести. Но расти-то, наверное, будут. Ну, все-таки, вот я считаю... Ну, наверное, конечно, не стоит. Да. Я много раз говорила о том, что лучше субтропические растения в дом не привязки. Цитрусовые сложно. Сложно. Вот цитрусовые не растут. Начинаются и поют. Клещ и прочее. Зимой недостаток света, конечно, это сложнее намного, чем растения тропического пояса. Поэтому, вот смотрите, если членок в хорошем состоянии, ну, пусть стоит и дальше ждите, что с ним будет. Возможно, к весне даст, наверное, правда, какие-то почки и начнет расти. Но вот это качество ее отвратительное, и это растение может вас разочаровать. Я, конечно, вам этого не желаю, но мало ли что, имейте ввиду. Папоротник не израстается быстро из-за обилия света? Не поняла, что это? Папоротник… Не израстается ли он быстро из-за обилия света? Ну, а что он будет наоборот… Почему он будет израстаться? Он будет нарастать, по-моему, хорошо, правильно? Папоротник израстается? Да. Израстается из-за обилия света. Во-первых, вопрос не очень корректный, конечно. Какой употребесь? Но это мы не знаем, какой пакутник. Никогда мы не знаем. Израстается имеется в виду... Ну, подвидеводиантум, по крайней мере, задний вопрос. Может, имеется в виду, что мельчают листья или что-то такое, потому что обилить ему только убирать в тени. Ну да, смотрите. Летом, конечно, ему будет плохо, возможно. Но, в принципе, мне кажется, от обилия света... Тут имеется обилие солнца, наверное. Может, он горит на солнце, либо мельчают слишком листья. Ну, в общем, не очень понятно. Поэтому ничего вот так конкретно сказать не можем. Но, в принципе, если много света... А что, пакутник растет и растет? Да? Ну, да. Ну вот. А там уж не знаю, как у вас там что. Аглоанема. Стали желтеть кончики листьев, потом на листьях появляются коричневые пятна. Вредители вроде не отсмотрело через лук. Что делать? Зима, я думаю. Вы как думаете? Полив, может быть. Может быть, полив. Перелив. Ну, естественно, зима, полив. Перелив. Перелив. И холодный, может быть, горшок. А вы видели, ты уже упускал про Аглоанему? Нет еще. А мы сделали сюжет про Аглоанему вообще. И там я рассказывала, как за ними ухаживать. Но дело все в том, что... Да, конечно. Вот дело все в нюансах. Вот наша вся жизнь, она в нюансах. Потому что, вот чуть перелили, допустим, да, вот, ну, стоит, например, на подоконнике, стало похолоднее. Вот, да, что будет? Ну, конечно, сразу корни не в состоянии воду впитывать, и все, и замокание, и отмирание корневой системы, и пожелтение нижних листьев, и дальше. Тем более... Сухой воздух. Да, тем более, что Аглоанему, вот я рассказывала в сюжете, вообще не надо заливать. Она должна быть вот примерно вот такой грунт. Славная корневая система. Смотрите, у нее корневая система. Она вроде как корни такие толстые, но они очень водянистые. И они, естественно, что это... И я рассказывала уже в сюжете, что это не корни драцены, а не такого же, примерно, диаметра. Но драцены это проволока, а это такие водянистые корни. Вот, вот видите, какой субстрат. Такой полуэпифитный субстрат-то у нас. Вот, вот то же самое для Аглоанем. Поэтому аккуратнее зимой сполируем. Но то, чтобы кончики засохли, ну, ничего страшного. Вырастут новые листья. Просто регулируйте полив, да и все. Добрый день. Опоздала на эфир. Кстати, насчет эфиров. Некоторые люди думают, что у нас это прямой эфир. Ну, это запись. То есть мы делаем это все в воскресенье, но чуть позже я потом истеряю. Так я и сама думаю, что это прямой эфир. Не часто. В общем, от чего не завязываются плоды на мураеве? Сейчас зима, понятно, но было то же самое и летом. Что не хватает? Вы знаете? Мурай никогда не выращивали. Не выращивали? Ну как, неужели мурай не выращивали? Такое растение интересное. А у вас, тем более, посадили бы оно, как пахло-то. Ну, не знаю. Значит, за мной растение мурай. Так. Ну, так я тогда отвечу про мурай. Если Алексей, видите, у него нет этого опыта. Но у него, конечно, немножечко... Мы же показывали его теплицу. Там все немножко другое. И мурая, она все-таки... Это же тропическое растение. Но вид у нее такой субтропический. Она даже не очень вписывается в ваше. Это просто отдельно, да, можно поставить. Значит, что касается плодов. У нас две мураи сидят в грунте. И успешно давали плоды. До этого года. Теперь приходит ко мне офис Тай и говорит, караул на маленькой мурайе плоды есть. А большая цвела просто несколько месяцев. Шикарно. Плодов нет. Ну, я пошла смотреть. Ну, видимо, она приходила раньше, меня еще не видела. Оказывается, плоды завязались. Вот сейчас ждем созревания. Поэтому вы тоже подождите. Скорее всего, плоды будут. Ну, может, это опять с опылением, да, как-то связано ведь? Ну, я просто не могу сказать, что... Ну, я тоже не могу. Ну, мы их предполагаем, да. И если нет никакой мухи, если это опыление насекомыми или ветром опыление, то тогда понятно, что плоды, наверное, не могут завязаться. У нас хотя бы тараканы ползают, переносят по лицу. Да, да. Ну, кстати, а что тараканы? Значит, мы использовали это средство, которое нам порекомендовал один наш зритель. И еще Володя нашел еще какое-то бронебойное. Тараканы дохнут, но пока еще есть. Видимо, они еще не перезаразились все или где-то отпеваются нашими водами. Да? Ну, их тяжело, конечно, с такой площади вытравить. Да, с такой площади и при таких оптимальных условиях проживания их вытравить очень тяжело. Но все-таки валяется много трупов. Так что вот. Поэтому насчет мураев подождите, посмотрите. Возможно, плоды будут. На пачке с комнатными цветами пишут месяц посева. А можно ли его не придерживаться? Можно? Ну, можно, если есть освещение. Если зимой без света сеять растения, как они будут расти? А если это искусственный свет, то, наверное, можно. Просто имеется в виду, что если в естественных условиях, ты в феврале-марте посеял растения, они у тебя сходят и начинают с вылечением дня на улице, все это нормально растет. А если срок схожести истекнет? Ну, значит, если срок истечет, то само, значит, сеять надо. Но просто имейте в виду, что растение при недостатке света может вытянуться. Страдать? Страдать и все. Сейчас, наверное, не проблема с досветкой в конце концов. Да. В общем, все-таки придерживаться надо. Потому что, особенно у тропических растений, срок схожести очень небольшой. Вот просто, знаете, как бывает? Вот так откроешь папаю, да? А там семена уже проросли. Вот они же, они должны сразу. Они сочные такие. И если они полежат и подсохнут, с потефилом так же, он не сходит, если позже его сеять. Вот. Поэтому лучше посеять срок. Но, когда вы посеяли, никакой свет не нужен. Нужно тепло. А когда начинаются всходы, вот тут вы должны сделать досветку, если это происходит в декабре, в январе, в феврале. Ну, а в марте уже, видимо, естественный свет. Вот, Товик, она часто говорила в видео наших про коктейль для обработки. Да. Люди хотят очень многие узнать, какой состав этого коктейля подробно. Подробно. Рассказываю подробно. Берете на литр воды какой-то фунгицид. Препарат от грибов. Препаратов от грибов очень много. Многие из них на основе медного папороса. Чем плох медный папорос, Алексей? Как вы думаете? Ну, оставляет следы на листах. Он на кистах взяла, обработала все хои. И все, и на листах синие следы. Поэтому лучше брать препараты, которые следов не оставляют. Ну, например, фундазол. Вы чем пользуетесь? Каким фунгицидом? Обычно. Сейчас что-то уже и... Фитоспорином, нет? И давно ничем не пользовался. Да? Ну вот. А можно пользоваться фитоспорином. Фитоспорин отличный. Но он такого биологического плана. Ну, фитоспорин, он скорее как не фунгицид, как... Как бактерицидное какое-то средство. Как превентивное средство. Если, чтобы не возникало никаких болезней. Если что-то уже возникло, то, конечно, фитоспорин не справится. Это как профилактика. Да. Ну, давайте фундазол. Давайте хом. Есть, да, хом препарат. Любой препарат от грибов. Я вам говорю только, кроме вот купороса, который оставит синие следы. Но вы смотрите. Вот. Значит, мы берем ту концентрацию, которая написана на упаковке. Допустим, 1 грамм фундазола на 1 литр воды. Взяли, разбавили. Фундазол не растворяется. Надо сначала сделать какую-то эмульсию, влить туда, потрясти этот ваш опрыскиватель, и тогда он разойдется. Дальше берем любой препарат от насекомых. Ну, например, в последнее время, чем я обрабатывала? Ну, актеликом тем же можно, да? Потом, что у нас там на кассе без запаха? Как она называется-то? Ой, забыла. Актара. Актара. Вот, правильно. Значит, вот актара. Тоже отличный препарат. Значит, написано, допустим, на упаковке. Я вам говорю примерно. Один грамм на литр. Все добавляем в этот же, в этот раствор, добавляем один грамм актары. Все это встряхиваем, и вот этот коктейль получился. Вместо фундазола может быть любой абсолютно фунгицид, вместо актары любой инсентицид. Вот это и называется коктейль. Вот, берем, обрабатываем растение. Если это одиночное, закрываем полиэтиленовой пленкой примерно на час-два. Если это в комнате много растений, значит, закрываем комнату, закрываем форточки и обрабатываем. Все, и тоже ждем час-два. Потом можете форточки свои открывать, или там, если летом окно, и так далее. Вот таким образом мы обрабатываем. Вот я вообще, знаете, обратила внимание. Вот много растений как-то себя нехорошо чувствует. Например, вот эта малиня тропическая. Помните, которую вы притащили из ботсада? Вот она вдруг, у нее вот так вот скрутились немножко листья, коричневые цены. Я сейчас все обрабатываю этим коктейлем. И вы знаете, не выясняя причин, и результат есть. Вот меденина у меня сидела со скрученными листьями. Может быть, были какие-то листья. Да, мы их не видим, но они были. И сейчас лист просто, вон, какой вот огромный. Так что это очень хорошее средство. Значит, используем его примерно, можно использовать три раза подряд через три дня, допустим, да. Если не выводится, дальше делайте, ничего страшного не будет. Это растение никак не вредит. Но в конце концов результат будет. Поэтому вот это очень хороший коктейль, и, соответственно, он действует. Так что можете его использовать в любых случаях. Скажите, пожалуйста, при укоренении сансевиерии цилиндрики листом, срезанный лист нужно укоренять в воде до появления корней, или можно укоренить сразу в грунте? Вот вы думаете? В воде можно сансевиерой? Мне кажется, плохая идея. Плохая идея. Ну, что, грунт? Да. Делайте грунт. При том, что я показывала, как мы черенковим суккуленты. Мы берем вот этот вот наш, допустим, торф сперлитом намешиваем, и вот та влажность, которая есть, прямо в нее сажаем и ничего не поливаем. Да, достаточно. Да, и суккулент, и вот потом держите там неделю-две, потому что поливать не надо, иначе у вас все сгниет. В воде лучше не рисковать. И как раз, кстати, по поводу этих желтых полосок, да, может, сразу же потом покажем или что-то насчет этого. А, это то, что спрашивали. Мы черенковали. Вы же знаете, как черенковать, чтобы сохранили желтые полоски? Ну, да, она же химерная. А мы не с вами вообще черенковали? Нет, нет, нет. Ну, в общем, короче говоря, просят показать результаты этого черенкования. Мы это черенковали два года назад. Я, во-первых, уже найти не могу, а во-вторых, это уже взрослые... Там появляется молодое растение, моментально оно выпускает этот лист, а это уже все отмирает. И это надо заново делать, и тогда уже четко показывать результат вот того, что мы сделали. Сделаем. Так, просят, точнее, рассказать об уходе за Хои Кэрри. Это когда у нас в прошлой передаче был вопрос про маленькое сердечко, как дочка говорила. Потому что она пишет, что в интернете полно всякого, но хотелось бы услышать от той, кому доверяю. У меня всего одно сердечко в горшочке, как часто поливать надо, надо ли оприскивать, и тому подобное. Леш, я прям вот Хои, это не мое. Вы Хои выращиваете? У меня тоже мало. Ну что, ровный полив, вообще вот без залива, потому что у меня как-то залили. Небольшой горшок, все среднее, ну и выше среднего освещения. Да. Ну а крыски вы не любят Хои? Или лучше тоже не увлекаться? Мне кажется, что для Хои Кэрри, вот этих всех Хои, мне кажется, оно не нужно. Не нужно, да? Потому что мне кто-то сказал, какой-то любитель приходил, принесли даже что-то и сказал, а, какой мы с вами ездили в Королев, помните? Да, да, да. Он сказал, Хои только опрыскивать, помните? Ну у него, ну тут зависит еще от каких разных же Хои. Ну да. Хои более там с тонкими листьями, они все это любят. Это Хои, вот это типа карнозок, Кэрри, какая там пахе, это клады, какие у вас там еще. Ну с более толстыми, не надо. Но Хои Кэрри сердечком вообще, мне кажется, с одним сердечком не вырастет вообще. Знаете, у вас был опыт? У меня был опыт. Я привезла это сердечко из Таиланда. Вот привезла зеленое. Ну сейчас у нас есть и валлигатные формы, и какие-то вот такие серебристые с полосками, а была просто зеленая. Сидела-сидела, сидела-сидела. Она у меня сидела, кстати, в эпифитном грунте. Вот. И она сидела-сидела. Потом вдруг она дала побег. Длинный-длинный побег, на котором не было ни одного листа. Потом образовались листики какие-то. Потом побег отмирает, и все, и на этом дело заканчивается. Поэтому у нас, вот здесь, например, наши, ну они дали по нескольку листьев. Но это все очень тяжело. Так что, давайте так определимся. Очень умеренный полив. Вот как для суккулентов. Даже, вот я всегда рекомендую, суккуленты, во-первых, грунт должен очень хорошо пропускать воду. Во-вторых, полив, не так, как вот мы проливаем, например, горшок, да, фикус там, пролили горшок, чтобы все, вода прошла, насытила, не надо. Сверху пролили, слегка, сколько-то туда попало, потому что грунт хорошо пропускает воду. Все, и оставили до следующего посыхания. Небольшой горшок. И небольшой, конечно, горшок небольшой. Маленький даже. Да. И вообще, вообще, для всех растений. Вот правильно, для всех растений. Потому что мы сто раз говорили про папоротники. Правильно? Вот даже смотришь, вот папоротник дал улитку, начинает разворачивать, и никак, я сразу вытряхиваю, смотрю, что с корневой системой, и сразу меньше горшок. Вот только так. И для этого одного сердечка вообще нужен вот такой горшочек-прошечник. Так что, попробуйте. И быть готовым, что там не будет перистемы, ничего не проснется. Да, иногда бывает. С одного листа. Да. Где он там найдет, всего растит. Конечно. Нужна же почка, понимаете? Я рассказывала, что иногда мы черенковали лист с пяткой у кротонов, у хипуса эластики, да? Если есть почка в пазухе, проснется. А нет, лист даст корни, но не будет никаких побегов. Так что вот. У вас большая коллекция орхидей. Если верить литературе, то всем орхидеям нужен разный уход. Одним период покоя прохладно, другим просто сухой. Третьим вообще без покоя. Температура тоже разная. Полив одним с просушками, другим без просушек. Вы действительно придерживаете всех этих требований? Как можно организовать при большом количестве растений? Или все-таки это не так важно? Так. Слушаем, Алексея. У него есть теплица. Рассказывайте, как вы соблюдаете режим? У вас есть орхидеи, холодники так называемые? Ну, конечно, мы не по большому счету режим не соблюдаем. Мы просто пытаемся выявить растения, которые, ну, как говорят, широкой нормой реакции, которые в состоянии выдержат все эти условия. Потому что те же растения, эти орхидеи горных областей, они есть такие, которые спокойно могут... Конечно, их немного, но они могут расти. У меня есть небольшой, ну, как такой, закуточек вы там были, да, где я как бы пытаюсь поддерживать пониже температуру. Там Дракула пытается расти, еще там несколько растений, но это пока как бы еще такой пробный вариант. Естественно, в основном все орхидеи находятся примерно в одних условиях. Единственное, что там по свету я могу как-то их различать. Поэтому кто приспосабливается, тот приспосабливается, кто нет, тот нет. Да. Вот так. Да. И самое главное, я много раз говорю, диапазон приспособляемости у растений достаточно высок. Значит, часто холод, он влияет на завязывание цветочных почек, не столько на вегетативную сферу, да, сколько вот этот вот период способствует, дает толчок к завязыванию цветочных почек. Но дело все в том, что, понимаете, даже если мы не будем брать орхидеи, а просто посмотрим на свои подоконники, по большому счету у нас на подоконниках стоят растения, немножко отличающиеся по каким-то климатическим данным у себя на родине. Понимаете, что даже в тропиках все равно бывает период засушливый. Правильно? И тогда многие дендробиумы, которые у нас растут в теплом климате, они сбрасывают листья. Правильно, земля? Ну, дендробиумы тропически вообще сбрасывают листья. Конечно. И тогда цветут. Понимаете? А не будет этого засушливого периода, он может листья не сбросить и не зацвести, например. Ну, поэтому они у нас вот так и цветут. Вот поэтому они у нас вот так и приспосабливаются. Понимаете? А так, конечно, это надо было делить. Не просто там теплые, холодные. Это надо было теплые делить там на влажные, на более засушливые. У кого есть период дождей выраженный, у кого средний какой-то климат. Это нереально. Нереально. Поэтому растения приспосабливаются к нам, а не мы к ним. И потом, я просто на своем опыте говорю, много раз говорю, что часто растения, которым требуется холодная зима, но это именно касается, конечно, все равно тропических растений. Потому что субтропические, мы уже сказали, из другой области. А вот тропические растения, да, те, которые любят холод, они все-таки к теплу приспосабливаются. А вот те, которые холода не выносят, вот к холоду они вряд ли приспособятся. Потому что, когда у нас бывают какие-то морозы, а у нас провалы в температуре, в теплице 14 градусов, фигусы сбрасывают листья. Не то, что там какие-то орхидеи или что-то. Орхидеи даже больше выдержат. Орхидеи спокойно. Да, они спокойно выдержат. Поэтому, это вопрос очень, слушайте, вообще ни о чем получается. Вот, в свое время, я иду, что все рассказываю 10 раз одно и то же. В свое время, я тут со своей коллегой написали энциклопедию растений для издательства «Фитон». Прихожу в это издательство и разговариваю с главным редактором. А эта фирма, она еще возила растения. Помните, была такая фирма «Фитон»? Знаете, нет? Я помню, что она книги выпускала. Книги, а еще они возили голландию. Они начали с того, что возили голландию. Вот. Ну, и у них такие большие, широкие подоконники. На подоконниках, что только не стоит, от кактусов до фикусов и какие-то стояли эти самые, фаленопсисы. Но, вообще, полный набор. И она мне говорит, вот вы тут везде пишите, полив там по мере просыхания, температура вот такая. Но ведь каждое растение требует что-то другого. А я ей говорю, Галина Васильевна, обернитесь. Она смотрит на свой подоконник и не понимает, что я хочу сказать. Там растения из разных совершенно климатических зон, но они стоят на одном окне. Поэтому они к нам приспосабливаются, они в окне. Правильно? Да. Так что, так что вот так. Поэтому не удивляйтесь. У меня есть какие-то и растения, которые относятся к более холодным областям. Ну, о чем-то я знаю, о чем-то я не знаю. Вот Алексей, он знает гораздо больше меня в этом плане. Приходит, говорит, а вот это у вас холодник. Ну, холодник, да, пусть. Вот. Но все живут в одном месте. Расскажите, как вырастить фаленопсис гигантею? Очень хочу ее, но уже несколько печальных опытов имею. все сдохли. У вас есть? Есть. Большой? Ну, так, может, листики. Да? Ну, свет, влажность. В наших условиях, не знаю, мне кажется, да, очень сложно с ним быть. Я видел их в Малайзии. Ну, вот Люда сейчас привезла импорт флора. Видели? Вот такие листи? не видел. 20 тысяч, что ли, стоит? Вот такие листи? Вот такие листики. растет долго. Да. И сложно. Я не видел, чтобы у нас были крупные экземпляры как-то более-менее растущие. У меня вот он растет, ну, вот такие вот листики где-то. Ну, сколько листов? Два-три листа. Три-три листа. Три, наверное, да. Три листа. вот они где-то вот такие. Вы должны понимать, что это будут два-три листа. Даже те гибриды, которые, Наташа привозила из Микки Орхидс, да, такие красивые, с большими листьями, вот привезут, например, пять листьев, да, вот у меня растут два. У меня растет, как он называется-то, вот такой пестрый, коричневый. Дэвид Линн. Дэвид Линн. И еще один, какой-то с сиреней, он тоже желтый, тоже я недавно покупала. Ну, в общем, листьев остается меньше, цветут, но выглядят, конечно, ну, слушайте, называйте, без слез не взглянешь. Поэтому, конечно, они не выглядят так, как должны. И, что касается самого гигантеума, я купила у Наташи, значит, это были вот такие два листочка, вот такие вот примерно. Сначала посадила в горшок, смотрю, что-то не очень, один лист как-то пожелтел, потом я посадила на блок, там, один лист отвалился, потом начал появляться другой, сожрал слизи. Теперь он у меня лежит, вот где у меня, где я окунаю растение, в этой емкости с водой, вот, насыпала от слизняков, теперь еще вот такой вот листик вырос. А прошло три года. Поэтому подумайте, нужно ли это вам? Нет. Не нужно. Это нужно. Не нужно. Влажность, тепло, свет и хорошее проветривание. То есть, это нужно для них. Еще хорошее проветривание. Да, обязательно. Поэтому, я не знаю, что нужно. Я вот теперь, уже на склоне, как бы, своей жизни, поняла, что такими растениями, которые не растут, ну, попробовали, но не надо заниматься. Но то, что хорошо растет, вот, то и оставляем. Вот сейчас, к очередной выставке весной, ну, сейчас будет же, сейчас будет 18-го, архидео, декабря, мы не поедем, я знаю, потому что это один день в каком-то маленьком тесном зале. А вот весной, когда мы поедем, я опять соберу вот те растения, то, что мы с вами называем огрызки, которые, они вроде теплятся, но и не растут. Но мы их покупаем примерно в таком виде. Вот. Поэтому все соберу в коробочку, первые 15 минут, кто успел, забирайте вот это все и пробуйте врач. У меня не получается. Там же будет гиганты, наверное. Там же, наверное, гиганты уже в прямом времени будет, точно, потому что, ну, сколько можно с ним возиться. Вот. Так что, вот такие вот дела, что касается этого фалинопса и фалинопсов вообще. У нас был вопрос в начале передачи про хризантену. Ну, тут то же самое, только про шлюмбергеру. Почему декабрист меняет расцветку цветка? У меня был цвет белый, а последние два года стал цвести розовым. Какая причина изменения цвета и как вернуть белый цвет? Вы как считаете? Я думаю, что в одном горшке было два или три разных сорта. Кто-то из них погиб, один остался. Может быть так. А не может быть так, что исходный цвет шлюмбергера розовый? А до этого был белый? Он купил белый. Да. А стал розовым. А вот сама шлюмбергера в природе, мне кажется, она розовая. Ну, если растение, я не знаю, но если растение было белое, то почему оно стало розовым? Ну, а если возвращается к исходной форме? Ну, как она возвратится к исходной форме? Растение уже одно, оно уже было белое. Ну, да. Это же если его там поселили, семена или прочее. подождите, нет, почему? У нас растет курс этого самого варегатного дерна или красного пазареклодника. Но это химеры. Это химеры, это разные истории. Но, а это мы точно знаем. Я не знаю, что это. Мы не знаем. Мы не знаем. Вариантов может быть много. Либо это может быть возврат к какой-то исходной форме, но вряд ли на тех же побегах, да, либо, не знаю, что. Мутация. Трудно сказать. Но мутация, она должна на новом побеге быть, понимаешь, да? Просто те-то уже должны вроде как, или же, а когда окрашивают, например, какими-нибудь квасцами, так не нашли. Я не занимался таким специальным теми. Ну, может, он купил, а в Голландии это сделали. А сейчас? Может быть. Может быть. Вот может. Но это нужно разбираться, как это все происходило, сколько раз он съел, как смотреть побеги и прочее. Либо к специалистам по шутбергерам. Ну, в общем, вернуть к белой форме непонятно как. Есть только покрасить. Да. Я не знаю, мы говорим, может быть, химерные какие-то есть. Ну, может быть, но это вряд ли. Вы сами можете это как-то сделать. Потому что, я говорю, бывают какие-то возвраты и непонятно вообще с чем это связано. Но, трудно, трудно сказать. Это как бугенвилья с многими цветками. Да. Они же там прививки делают и прочее. Потом говорят, ой, у меня такая была, теперь стала такая. А вытеснила, конечно, какой-то сорт вытеснил другой. Клеоны, эти фламинго, которые перстывают. Ну, я вот и говорю, что это возврат все время в какой-то исходной форме. Ну, дальше что? Кротончик. Пересадив растение, к вечеру оно паникло. Прочитали, что нужно одеть ему пакет на голову, предварительно побрызгав, оставить на 5 дней и хорошо вначале пролить водой. Все поднялось, оставил без пакета. Через пару дней опять упали листья. Постоял кротон еще раз в пакете по той же схеме. Только я его еще больше заливал водой. Он поднял листья снова. Постоял пару дней и опять опустил их. Опять стоял ночь в пакете и поднялись. Сейчас поставил под увлажнитель воздуха. Вопрос, если снова опустятся листья, невозможно же его все время в пакете держать. В чем может быть ошибка? Ваше мнение? Ну, корни, видимо, у него без корней. Совершенно верно. Что значит пересадили? Вы поподробнее расскажите тогда в следующий раз об этом процессе. Правильно? Если взяли из горшка и переставили в другой, ничего быть не может. Там явно уже что-то произошло. И потом он уже их сбросил. Масса растений большая. Почему стали пересаживать? Вот вопрос. Понимаете? Потому что он плохо себя чувствовал или он вырос? Если он вырос, тогда переставляем в горшок, досыпаем землю и ничего не бывает с растениями. Он листья не опускает. То, что он опустил листья, означает, тургор нет. Значит, корни не работают. Значит, была пересадка такая с разрушением явленного пола и прочее. получатся. Да, поэтому вытаскивайте. Смотрите, что с корнями. Если живые корни, понимаете, нам надо добиться живых корней. Если живых корней нету, ну попробуйте его сделать как черенок. Тогда да, в какой-то субстрат, который хорошо пропускает воду, накрываем пакетом, часть листьев обрезаем, правильно? И вообще, наверное, его обрезать. и вообще может быть обрезать, потому что... Без корней он уже не пойдет. Да, да, да. Даже те листья, которые вы оставите, вот так возьмите, две трети отрежьте. Ну просто, чтобы, может быть, как-то смотреть. А может быть, и все обрезать. Все. И тогда ждать образования новых корней и новых листьев. Ну, скорее всего, его залили, засушили, потом решили спасти, когда уже корней нет. И решили, что пересадкой вы его спасете. Вообще, многие считают, что пересадка это какая-то панацея. А пересадка делается в крайних случаях. Поэтому, понимаете, вы вот не договариваете нам правду, что там произошло изначально. Почему вы его пересаживали? Вот напишите в следующий раз, и мы опять этот вопрос разберем. Потому что все не просто так. Что-то случилось с корнями. Платицерум бифрукатум скоро дорастет до двух метров в поперечнике. Надо бы поделить. Но, наверное, лучше дождаться весны. Да, конечно. Для папоротника уж тем более. Февраля, март, когда вы этим всем занимаетесь. Слушайте, мы занимаемся когда нужно. Ну, все-таки, все-таки, конечно, после Нового года. А фиста у нас уезжает, поэтому все начинается после 20 января. Тем более, у нас теплица, там комнатные условия, да? Придется же в феврале, в марте. связать вот эти пластины, которые он же обрастает вот так. Надо срезать, там не всегда есть корневая. Нужно тоже это все следить за этим, да? Ну, конечно, когда начинается уже световой дизайн. уже нельзя взять вот так пополам поделить. Это другое растение. Мы же много раз показывали, как мы делим пластицерину. Отрезаете вот эту круглую вегетативную как бы ваю, на ней вот этот споронос, и тогда надо куда-то ее либо в горшок, либо на блок, но нужно, чтобы корни образовались. А сейчас, конечно, да, сейчас же там в любом случае корней практически не будет, и при таком коротком дне лучше плохо будет, нафиг. Не нужно рисковать. Тем более, такое огромное растение. В общем, ждем весны. Ждем. Слушайте, до 21 числа осталось сколько у нас дней? 17. Ну, понятно, 21 день еще не прибавится, 28 на минуту, но все равно, понимаете, мы уже идем к тому, что день начнет прибавляться. А для нас, световодов, что главное? Чтобы был светлый длинный день. Да, ну, год дожить осталось. Да. Давай дальше что-то есть? Или это все? Да, последний вопрос задам, мы тут кое-что снимали. Вы могли бы сделать экскурсию в своем доме, показать ваши растения? Очень интересно. Так мы же делали. Так вот, почему я хочу сказать, что в доме-то нет уже растений. у нас в зимний саду. А, в доме у меня нет ни одного растения. Зачем мне держать в доме, когда у меня есть зимний сад? Значит, мы на следующей неделе едем к скосарю. Видимо, в четверг. Вот. И вот как раз у него... Видимо, в среду. В четверг он поедет ФМС. Да, тогда в пятницу. Ну, в общем, мы поедем вот к Александру с косарю, с кем мы, он нам приветствовал Новый Филодендрон. Ты уже выставлял этот ролик? Ну, с Филодендрон, да. Да. Видели? Нет? Значит, он привез Новый Филодендрон. Похожий на этот, как, Мамэй, но другой. Но, видимо, нам уже из Саратова Лариса такой же привезла. Я понял. Вот. И, в общем, едем к скосарю, покажем его лоджию и покажем, как у него в комнате растут растения. Вот это вам будет интересно, потому что у него не светло, у него, в общем, даже, я бы сказала, темно. И посмотрите, как, в каких местах стоят, чтобы вот представлять себе, как в других домах это происходит. А у меня просто в доме ничего нету. Совершенно не нужно. Зачем? В теплице, я еще дома ковыряться нет. Так что вот так. Ну все. Все? Ну все. Алексей, я благодарю вас за то, что вы сегодня приехали. Сейчас мы с вами пойдем еще там смотреть кое-что. Вот. За то, что отвечали на вопросы. Так что всего всем хорошего и до новых встреч. Всего доброго.